Настрой на 2023 год больше километров от ремонтированных дорог, обновлённых мостов, оборудованных пешеходных переходов, больше пассажиров. Именно на это нацелил губернатор Михаил Дегтярёв, министра транспорта и дорожного хозяйства «Край» Ирину Горбачёву в ходе состоявшейся рабочей встречи. Прежде чем перейти к обсуждению планов на новый период, стороны подробно остановились на итогах работы отрасли в 2022 году. Одним из главных направлений стало обеспечение безопасности на дорогах. Региональное правительство активно помогало муниципалитетам в повышении безопасности дорожного движения. Установка почти 700 дорожных знаков и 3 километров ограждения, укладка 19 тысяч квадратных метров тротуара, оборудование 112 пешеходных переходов – это существенный вклад в сохранение жизни наших людей, подчеркнул Михаил Дегтярёв. Были успешно решены и другие задачи, поставленные перед транспортным блоком в вышедшем году. Как рассказала руководитель Минтранса, среди ключевых результатов – увеличение общего пассажиропотока до более чем 70 миллионов человек. Всего на организацию пассажирских перевозок и их субсидирование направлено почти 2 миллиарда рублей из краевого бюджета. Это полностью коррелируется с целями опорного проекта за 4 часа в любую точку края – флагманская инициатива «Край комфортного проживания» единой стратегии развития региона. Проект подразумевает под собой в первую очередь повышение транспортной доступности отдалённых районов. В прошлом году значительно нарастили авиаперевозки. Сегодня количество рейсов составляет 1 758 против 1 612 в 2021. Частота полётов увеличилась по наиболее востребованным направлениям – Охотский Николаевск-на-Амуре. На то же работает обновление пассажирского транспорта. В июле 2022 при поддержке края для хабаровских авиалиний приобретено воздушное судно Ан-24Б. А на железной дороге при содействии ОАО РЖД в пригородном направлении на смену устаревшему электропоезду пришёл современный состав с шестью вагонами. «Помню, мы эту электричку запустили в июне прошлого года. Тогда люди не могли поверить, что это сделано для них, и электропоезд с линии завтра же не уйдёт. Перестали верить в позитивные изменения. Теперь всё иначе. В 2023 году обновим ещё один состав», прокомментировал Михаил Дегтярёв. Масштабная модернизация коснулась и общественного транспорта. По словам Ирины Горбачёвой, за счёт коммерческих перевозчиков было приобретено 92 автобуса. В плане на этот год 77 единиц техники. Благодаря финансовой помощи Минвостокразвития России на дорогах Краевого центра также появились три новых троллейбуса. Ещё семь Край сможет закупить в 2023 году на средства межбюджетных трансфертов. Немаловажно, что с этого года региональное правительство возобновит поддержку муниципалитетов в обновлении автобусного парка. На эти цели из средств краевого бюджета будет выделяться 50 миллионов рублей ежегодно. Один из приоритетов в работе отрасли – это дорожное хозяйство. По итогам прошлого года в Хабаровском крае, в том числе по линии нацпроекта «Безопасные качественные дороги», построено, отремонтировано и приведено в нормативное состояние 340 километров автомобильных дорог и 34 моста. Среди наиболее значимых объектов – ремонт свыше 28 километров автодороги «Советская гавань» Ванина. За его завершение губернатор выразил отдельные слова благодарности. «Мы сделали то, что обещали люди – полностью привели дорогу в нормативное состояние. Дела важнее слов, и это подтверждается ежедневной работой», – подчеркнул глава региона. Также в 2022 году началась долгожданная масштабная реконструкция двух участков трассы Комсомольск-на-Амуре-Чикдамын общей протяженностью 19 километров, на которую федеральным центрам было дополнительно выделено 800 миллионов рублей. Однако основной объем работ здесь предстоит выполнить в наступившем году. Руководитель края поручил министру транспорта и дорожного хозяйства уделить этому объекту особое внимание. Чикдамын – фактически единственный районный центр в крае, не имеющий круглогодичной сухопутной связи с близлежащими крупными муниципальными образованиями. Продукты питания, топливо и другие жизненно важные товары завозятся сюда по железной дороге. Как только откроем отремонтированную дорогу, качество жизни людей изменится в лучшую сторону, уверен Михаил Дегтярев. В этом году стартует и серьезное обновление трассы Селихино-Николаевск-на-Амуре. Начиная с нулевого километра будет реконструировано 20 километров. Всего же в планах 2023 профильного блока ремонт и приведение нормативного состояния почти 212 автомобильных дорог и не менее 34 мостовых сооружений.